Это программа «День с толком» в студии Софии Яценко. Смотрите в этом выпуске. Два участка расширили до четырех полос. Официальное открытие приурочили к юбилею Чуйского тракта. Рубль продолжает укрепляться. Насколько реален официальный курс и ждать ли падения российской валюты? Дети нынче особенные. Сегодня выпускники сдавали первый ЕГЭ. На двух участках Чуйского тракта расширили участки до четырех полос. Официальное открытие дорог состоялось сегодня, в день, когда Чуйскому тракту исполнилось 100 лет. Точнее, прошел ровно век с того момента, как Чуйский получил статус «Дороги государственного значения». Сегодня по Чуйскому тракту проезжают миллионы туристов каждый год. О грандиозных планах по расширению трассы расскажет Ирина Корчагина. Граница Тольменского и Первомайского района. Каждый день по этому участку проезжает более 20 тысяч машин. Сегодня здесь открывают новую четырехполосную дорогу длиной в 10 километров. Ее строительство началось осенью 2019 года. Завершить работы планировалось в ноябре, но зафиналили на полгода раньше. Первые 5 километров ввели еще в сентябре 2021 года. Мечта автомобилистов о четырехполосном Чуйском тракте все ближе. Так, вместо 2035 года Чуйский могут расширить до четырех полос уже к 2030-му. 182 километра нам осталось расширить до четырех полос. В прошлом году мы 7 километров расширили, в этом выходим на 12. И в следующем году планируем выйти, в случае благополучного расклада, возможно, и в этом году дадим досрочный, на 24-25 километров. Простая математика показывает, что это действительно 8 лет, и мы можем эту задачу выполнить заблаговременно. Ровно 100 лет назад, 26 мая 1922 года, Чуйскому тракту присвоили статус государственной дороги. Сегодня трасса соединяет три региона – Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Для нашего региона это еще и самая туристическая дорога, которая ассоциируется с Титовым, Шукшиным, Рождественским. Каждый год по этой трассе проезжают миллионы путешественников со всего мира. Кстати, Чуйский тракт включен в 10 самых красивых дорог планеты. Сегодня то, как организована работа на федеральной сети в Алтайском крае для всех остальных наших дорог, это, конечно, эталон. Это пример, к которому надо стремиться. Там и финансовая составляющая, там и техническая оснащенность и обеспеченность. А это уже другой участок Чуйского тракта – маршрут на Валтайск-Баяновские ключи. Сегодня здесь тоже официально открыли новую дорогу длиной в 11 километров. Четыре полосы повысит пропускную способность на одном из самых загруженных участков Чуйского. Расширять трассу здесь начали два года назад. Все это время поток машин был перенаправлен на объездной маршрут. Добавим, что в этом сезоне расширение Чуйского идет на пяти участках, что сделает дорогу еще более привлекательной для туризма. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Почти неделя, как в Барнауле, полностью закрыли путепровод на новом рынке. Дорожная обстановка в городе продолжает оставаться сложной. Сегодня в мэрии обсудили, какие коррективы необходимо внести, чтобы пробок в краевой столице стало меньше. Подробнее в сюжете. Повысить эффективность и минимизировать неудобства – главные задачи, которые предстоит решить в связи с перекрытием путепровода на проспекте Ленина. На расширенном совещании власти оценили текущую обстановку и обсудили, как ее улучшить. Мы собрались не для того, чтобы пообсуждать, кто критикует забровки. Мы здесь обсуждаем с вами те предложения, которые есть разумные, их надо применить. Где-то через это чувствовать какое-то социальное напряжение. Как себя люди чувствуют, как они реагируют, как они двигают. Но нам надо что-то создать, где мы аккумулируем. На сегодняшний день продолжают корректировать работу светофоров. Увеличивают интервалы зеленого сигнала. Кроме того, вводится запрет стоянки авто на отдельных дорожных участках. Чтобы быстрее устранять заторы при авариях, принято решение выделить дополнительную технику. Кроме того, с 9 утра до 12 часов уже увеличили количество экипажей для регулировки движения. Так как многие водители успели перестроить свой график и начали выезжать раньше, теперь регулировщики работают с 6 утра. Работники ДПС, ну просто молодцы. Работают четко, работают корректно, уважительно к участникам движения. Это тоже сегодня очень важно. Обсудили и изменения, которые вступят в силу с 1 июня. На улицах Пионеров и Северо-Западной в сторону Калинина нельзя будет парковаться. На отдельных участках изменится схема движения по полосам. Ежедневно мы как сами мониторим ситуацию своими силами, так и поступает информация от автовладельцев. Где-то есть реальные предложения, где-то добавить дополнительно зеленую стрелку, постоянные правые повороты, где-то что-то передвинуть, переместить, как говорится, сделать полосу разгона. Все эти предложения мы принимаем, учитываем совместно с комитетом, ежедневно мы решаем. Мнение горожан власти тоже хотят слышать. И если у вас есть предложения по оптимизации схемы движения транспорта, можно отправить их по электронному адресу на экране. Рассмотрят все предложения. София Яценко, День с толком. Почти полтора миллиарда рублей выделят на поддержку медиков Края в ближайшие три года. Такой законопроект в первом чтении приняли сегодня алтайские депутаты. По их словам, различные выплаты работникам здравоохранения помогут решить кадровый голод в этой сфере. Выплачивать средства врачам будут в зависимости от категории. Например, молодым фельдшерам в первый год работы полагается 6 тысяч ежемесячно. Во второй – 9, в третий – 15 тысяч рублей. Доплаты до 22,5 тысяч получат ежемесячно молодые участковые врачи-терапевты и педиатры в первые три года после трудоустройства. Наставничество тоже будет поощряться в течение года в размере тысячи рублей за каждого молодого специалиста. Также акушерам-гинекологам, реаниматологам и хирургам за обслуживание населения в межрайонном округе выплатят по 10 тысяч рублей. К медицинской теме мы еще вернемся, а пока к другим. Впервые за 7 лет курс евро на бирже упал ниже 58 рублей. Вместе с ним опустился и доллар. Еще три месяца назад российская валюта была в два раза дороже. Реален ли сейчас курс Центробанка и почему, несмотря на укрепление рубля, цены в магазинах не падают? В нашем видеосюжете. Резко вырос, резко упал. Вот только цены в магазинах не упали, а где-то даже выросли. Владелица бутика модной одежды рассказывает, колебания курса евро и доллара ощутили на себе многие. Стремительный рост валюты весной этого года отразился на стоимости закупки сезонных коллекций. Курс рубляк-евро варьировался очень сильно. И фактически мы выкупали товар по курсу примерно от 70 рублей за евро до 135 рублей за евро. Кроме этого, мы тратили довольно-таки большие суммы на всевозможные комиссии, потому что комиссии по конвертации рублей в валюту, за переводы и разные другие скрытые комиссии, они доходили достаточно до больших существенных сумм. Однако предоплаты, сделанные за 8 месяцев, все же помогли избежать критических расходов и вынужденного повышения цен. На сегодняшний день курс евро на бирже упал до 58 рублей. Владелица бутика не скрывает, о такой стоимости в период закупки коллекции можно было только мечтать. С одной стороны, радостно, что курс такой, мы стараемся максимально выкупить большую часть товара. С другой стороны, мы понимаем, что это явление, скорее всего, временное и ждем нового скачка, скажем так, валюты. Предполагаем, что, скорее всего, он наступит. Если не сейчас, то, может быть, там летом или в конце лета. Для Марины изменение курса валюты пришлось как раз вовремя. Женщина планировала отдых в Турции и резкое падение помогло ей неплохо сэкономить. Когда посчитали тур на двоих взрослых на 9 ночей, правда, вылет из Москвы получился, тур стоит 150 тысяч рублей. А это мы считали в пятницу. А когда я пришла оплачивать в понедельник из-за того, что курс евро понизился, то для меня был приятный сюрприз, что тур у меня обойдется в 142 тысячи рублей. Если путевки туристы берут по курсу Центробанка, то на карманных деньгах при поездке сэкономить не удастся. Вариант обзавестись – карта UnionPay. Правда, за нее сначала нужно будет заплатить больше 7 тысяч рублей. В банках Барнаула европейскую и американскую валюту купить можно, но о былой доступности придется забыть. А если все же приобрести удастся, то стоимость от курса Центробанка будет далека. Придется отдать 80, а то и 95 рублей за евро. К слову, стабильность стоимости товаров при изменении курса валют специалисты объясняют желанием предпринимателей перестраховаться. Из-за того, что курс был очень нестабилен, люди заложили уже в цены какие-то более высокие курсы, не те, которые есть сейчас. То есть они пытаются нивелировать риски каких-то колебаний, потому что оборачиваемость товара из-за низкой покупательной способности выросла. То есть товар стоит на складах дольше и, соответственно, в случае опять повышения курса могут возникнуть проблемы. На самом деле резкое падение валюты далеко не всегда в плюс. Надо смотреть на курс не только с точки зрения импортеров, которые покупают товар и предлагают его, но и с точки зрения экспортеров. Они должны тоже исполнять свои обязательства, налоговая база должна наполняться. Поэтому Центральный банк сейчас регулирует этими возможностями, послаблениями какими-то, поддерживая более высокий курс. Возможно, он снимет еще больше ограничений. По словам многих российских аналитиков, скоро курс рубля к доллару начнет ослабевать. Эксперты сходятся во мнении, что крепкой российская валюта будет до конца мая, после чего начнет слабеть до более реальных на сегодняшний день значений. Так что сейчас самое время покупать, но главное найти, так как продают только то, что поступило в банки после 9 апреля. Кстати, большей части населения до доллара нет дела. Ведь и сегодня, и завтра, когда рубль снова ослабеет, резкого снижения цен на товары и услуги не предвидится. София Ценко, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. Главные вопросы практической медицины в ортопедии и травматологии сегодня обсудили ведущие специалисты страны. В Барнауле на базе федерального центра именно два этих направления стали главной темой обсуждения на Всероссийском съезде. Подробности далее. Опыт регионов интересен всегда. Сегодня в Барнауле начал свою работу шестой съезд ортопедов и травматологов. Приехали специалисты из Смоленска, Новосибирска и Чебоксар. Среди гостей главный военный госпиталь страны и Центральный институт травматологии и ортопедии. Очень сложно спланировать помощь больным с травмами, с ортопедическими заболеваниями одинаково во всех регионах. Потому что регионы абсолютно все отличаются друг от друга. И по размеру, и даже по особенностям патологии. Есть свои специфики в каждом регионе. Поэтому это нужно каким-то образом все консолидировать. Первая задача – вопросы организации. Например, проработка деталей оказания первой помощи населению. Должно быть это комфортным, удобным и безопасным как для больного, так и для самого врача. Конечно, это новые технологии, это новые имена в травматологии и ортопедии. Ну, конечно, это самое главное для нас. Съезд проходит в разных городах Сибирского федерального округа. Белокуриха, Омс, Гурналтайск. На этот раз Барнаул не был выбран случайно. Нашему федеральному центру травматологии и ортопедии 10 лет. И его главврач возглавляет федеральный съезд. Очень приятно, что наш специалист является главным специалистом Сибирского федерального округа. И мы в том числе задаем таким образом тон в Сибирском федеральном округе. И говорим о том, что наши достижения одни из лучших. Наш центр травматологии знают и ценят везде. Пациенты со всей России и даже из-за рубежа оставляют отзывы и благодарят. Министр отметил, что центр давно пример для других учреждений региона. И всем стоит перенять опыт общения и лечения больных. Анастасия Наборщикова. День с толком. В Барнауле продолжается строительство жилого комплекса «Локомотив». Многоквартирный дом с большой дворовой территории возводит специализированный застройщик ШОДА. О преимуществах комплекса и нестандартных решениях в проектировании расскажем в сюжете. Здесь порядка 89 квадратных метров. Высота потолков составляет 6 метров 35 сантиметров. Высокие потолки, панорамные окна и вид на самое сердце Барнаула. Строящийся жилой комплекс «Локомотив» расположился в исторической и культурной части краевой столицы. Возле кинотеатра «Мир» и площади Победы с мемориалом славы. На прежнем месте стадиона, который, к слову, уже давно не функционировал. Однако при создании проекта многоквартирного дома учли его внешнюю значимость для городской архитектуры. Непростой задачей для застройщика будет восстановление памятника архитектуры, а также объекта культурного наследия регионального значения. Это часть трибуны стадиона «Локомотив» со стороны проспекта строителей. Сейчас она будет воссоздана в точно таком же виде, как и ранее. Сам жилой комплекс монолитный с разной этажностью от 7 до 18 этажей, 818 квартир и более 400 мест для автомобилей на подземном паркинге. Еще одна особенность – самый большой закрытый двор в центральной части города. Здесь планируют разместить зеленый парк с игровыми зонами для детей и спортивными площадками с тренажерами. Для цокольного этажа тоже нашли нестандартное решение. Возникла у меня идея пропустить вот этот пешеходный трафик, очень неудобный по тротуару строителей, где очень много машин, очень приближен он к транспорту. Пропустить их внутри, сделав такую вот торговую галерею пешеходную. Это и комфортно, и удобно. Автор проекта не сомневается – комплекс станет одним из лучших в городе. Он находится в шаговой доступности от детских садов, школ, театров, спортзалов, крупных торгово-развлекательных центров и других общественных мест. Полностью сдать в эксплуатацию многоквартирный жилой дом планируют в декабре 2024 года. София Яценко, Дмитрий Денисов, День с толком. Единый государственный экзамен стартовал. Сегодня по всей стране школьники писали географию, химию и литературу. В этом году в Алтайском крае ЕГЭ сдадут свыше 11 тысяч человек. Нововведений нет, но дети особенные. Почему, расскажет Анастасия Наборщикова. ЕГЭ стартовал. Сегодня в Алтайском крае свыше 2000 школьников писали экзамен по географии, химии и литературе. Особенность этого года – дети. Из-за пандемии в 2020 году, будучи девятиклассниками, ОГЭ они не сдавали. В 10 классе они все равно писали контрольные работы. Ну, наверное, знаете, тем, кто прошел ОГЭ, тем легче на ЕГЭ. Этим посложнее, потому что они впервые проходят, ну, за исключением, наверное, пробных ЕГЭ, многие впервые проходят и через металлоискатель, то есть сама ситуация немножечко нервозная. Но нервы были напряжены задолго. В топ-сложных дисциплин, кроме математики, истории и физики, попадает химия. В прошлом году только трое из Алтайского края написали этот предмет на 100 баллов. Для сравнения, русский язык на максимум сдали 27 школьников. Но точная наука бьет и по кошельку родителей. Нехватка учителей и даже программа министерства вынуждает нанимать репетиторов. У меня были репетиторы по три раза в неделю, ну и педагог тоже в школе готовил. Почему была необходимость в репетиторах? Ну, потому что слишком сложные предметы в школе по два раза в неделю всего, или три раза в неделю предметы не хватает. Правила ЕГЭ неизменны. Правда, на этот раз классы заполнены и маска не обязательно. Сюда школьники заходят, когда камера уже включена. Чтобы ребятам было комфортно, в 27-й гимназии окна Настеж открывали на всю ночь. Но за 30 минут до экзамена столбик термометра показывал плюс 28 градусов. Это члены ГЭК приходили с токеном. Они приносили ключ для активации работы станции печати. Это не контрольно-измерительные материалы. Контрольно-измерительные материалы сейчас получили организаторы на дисках. Эти кадры можно считать эксклюзивными, потому что сюда журналист должен попасть, только получив аккредитацию, сдав на входе телефон, паспорт и любую другую технику. А когда ребята начнут писать экзамен, мы выключаем камеру и покидаем школу. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Театры «Края» готовятся к завершению сезона. В течение месяца у зрителей еще есть возможность попасть на премьерные показы, прежде чем актеры уйдут на каникулы. Каким был сезон в каждом из театров Барнаула – молодежном, музыкальном, кукольном и драматическом – расскажем в нашем сюжете. Сама сказала, покрасивее одеться я и оделся. Мать поступил? А я говорила, а я говорила. Как тут вообще ходить-то? Считанные дни до окончания сотого юбилейного сезона в Краевом театре драмы. А завершится он парадом премьер. Завтра у зрителей еще есть шанс попасть на спектакль, с которого и началась история театра драмы в ноябре 1921 года. Я не знаю ни одной ноты, господа. Разве вы не видите, она помешана? Несколько показов самых популярных спектаклей пройдет в июне, но уже вне сезона. Затем гастроли в Краснодаре. Для Крифеев театра за плечами еще один год творчества, а вот для молодых актеров, кто пришел на сцену сразу после института, это еще один год упорной работы над собой и экспериментов. Была сказка новогодняя «Пеппи, длинный чулок». Пришла, я не помню, там был момент, пришла бумага с назначением на роли. Я смотрю, у меня там роль господина Нильсона, я не помню, кто это такой. Я давай смотреть в интернете, думаю, ну может там какой-то плохой злодей, там какой-нибудь самый главный. Смотрю, это обезьянка. Я думаю, о, пластическая роль, офигенно. Мне кажется, ну я не знаю, мне как молодому артисту это вообще в кайф. 17 июня премьерой спектакля «Человек-амфибия» завершится творческий сезон в музыкальном театре. Здесь, к слову, готовятся уже к открытию нового сезона. В сентябре зрители увидят постановку «Хан Алтай», которая, по словам руководства театра, станет мировой премьерой. Такого названия не было. Это новое название, то есть специально для нас сейчас пишется авторами пьеса, то есть история пишется. Ее не было нигде, это нигде, это ни в книге, нигде. Эта история пишется именно специально об Алтайском крае, об Горном Алтае, о Хане Алтая. Преобразился музыкальный театр и внешний. Ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории обошлось в 30 миллионов рублей. Средства выделили из краевого бюджета. А это уже молодежный театр. Одно из главных событий здесь произошло в декабре. Театр вошел в список победителей грантового конкурса программы поддержки людей с нарушением зрения. И теперь ряд спектаклей будет сопровождаться тифлокомментариями, речевым описанием того, что происходит на сцене. Для зрителей с нарушением зрения адаптировали несколько постановок. Вандербой, Крахмальная 92 и временно недоступен. Пока что мы не создаем спектакли для слабовидящих. Мы пока адаптируем обычные спектакли для людей, которые не могут, к сожалению, видеть. Поэтому, да, в зале у нас будут как и обычные среднестатистические зрители, так и люди с определенными проблемами со здоровьем. Закроет сезон молодежный театр Алтая 22 июня. Примеры спектакля «Марьи на поле» Ирины Астафьевой. Героини, 300-летней жительницы вымершей деревни, отправляются встречать мужей на железнодорожную станцию, откуда в 41-м проводили их на войну. А 25 июня на время закроет свои двери для зрителей и кукольный театр «Сказка». Этот сезон им запомнился, прежде всего, переездом в новое здание. Мы рождены на свет, чтобы везде ходить и ничего не делать. Есть и другой повод для гордости. Премьера уходящего сезона спектакль для взрослого зрителя Паша был приглашен на фестиваль в Губернский театр Москвы, а исполнители стали лучшим актерским ансамблем. Так что отдыхать театром можно уходить с чистой совестью и планами на новый сезон. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну и завершим выпуск около спортивной информации. Карандин-арену выставили на продажу. Владелец Михаил Дроздов продает спорткомплекс за 500 миллионов рублей. Хотя оценочные эксперты считают цену завышенной. Сам Дроздов от комментариев отказался. Спортивный объект может перейти в краевую собственность. Данный вопрос прорабатывается в региональном министерстве спорта. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok